Всем привет, это инфакт на StopGamer. Сегодняшний релиз наверняка заткнёт ту инфащель, из которой уже месяц фонтаном хлещут известия об 11-й Mortal Kombat. Осталось потерпеть лишь чуть-чуть, но этим утром ещё есть о чём поговорить. Например, о первых рецензиях, хлынувших в интернет, как только спала эмбарго на публикацию. Они хвалят боёвочку, сбавившую в темпе, но требующую от игроков более вдумчивого исполнения, а также сюжетку. Пусть и коротенькую, но в достаточной степени интересную и зажигательную. Однако есть и нюанс, выраженный в виде зашкаливающего количества гринда. От косметики до расходников, призванных упростить жизнь геймеров в PvE-режимах, на всё это придётся задрачивать долго и нудно. AftergameInformer передаёт, что после прохождения тренировки, сюжетки и ещё кучи сражений с ботами, ему хватило баблишка лишь на один скин. Ну или на три насмешки. Или шесть фонов. Но со всем этим гриндом, судя по всему, жить можно. Средняя оценка на момент написания данного текста на метакритике составляет 86 баллов, что неплохо. Много букв об этом, обо всём, вы можете прочитать в статье по ссылке из описания. Обзор от СтопГейма тоже не заставит себя долго ждать. Epic Games... Нет, не утянула себе в магазин ещё один эксклюзив. Запустила мировой чемпионат по королевской битве Fortnite. Первые десять недель по выходным будут проводиться онлайн-состязания с семизначным призовым фондом. Первый такой турнир уже прошёл, но нас мало волнует, кто победил, как всё это было организовано и прочие мелочи в том же духе. Нам интересно, сколько особо находчивых участников получила по шапке баннхаммером и лишилась своих призов. 1163 аккаунта схлопотали бан в состязаниях на 14 дней, мисс за попытки поучаствовать в турнире несколько раз в разных регионах. Среди забаненных 196 победителей. 48 аккаунтов забанено на 14 дней за совместное использование одной учётной записи. Среди них 9 победителей. 8 аккаунтов забанено за подыгрывание соперникам. Один аккаунт словил перманент за читы в полуфинале. В том матче он продержался менее пяти минут до того, как получил пинка под зад. И ещё один гений оказался забанен на 72 часа за то, что ливал из матча, дабы не дать свои очки сопернику. У всех, кто умудрился победить нечестным способом, эпики забирают призы и передают их другим участникам. Фанаты Соника многое готовы стерпеть, но даже они не испытывают толерастической симпатии к Sonic the Hedgehog 2006 года. Той игре, сюжет которой рассказывал грустную историю межвидовой любви вечно-синего ежа и человеческой принцессы, а техническое исполнение, кривое управление и унылый геймдизайн, который снятся Кодзиме в ночных кошмарах. Всё это великолепие было доступно лишь обладателям PlayStation 3 и Xbox 360, но среди фанатов нашёлся герой под ником ChaosX, решивший порадовать и ПК-аудиторию этим шедевром. Энтузиаст в своём переиздании воссоздаёт геймплейные механики с нуля, воссоздаёт, если что, на движке Unity. Но дизайн уровней, по словам очевидцев, остаётся прежним. Пополнить ряды очевидцев можете и вы. Автор ПК-порта уже выложил в общий доступ не только трейлер своего творения, но и демо-версию. Уверен, вы знаете, где её искать. Студия FromSoftware пристально следила за тем, как комьюнити играет в Sekiro Shadows Die Twice, и сегодня выпустит по мотивам своих наблюдений патч, изменяющий баланс. Призван он поощрить более разнообразные тактики. Изменениям подверглась мощность некоторых предметов и способностей, а также количество эмблем духа, необходимых для их использования. Ну и, само собой, патч правит некоторые баги. С нетерпением ждём новые, актуальные версии спидранов. Список правок я, с вашего позволения, зачитывать прям тут не стану. Welcome в нашу новостную ленту. В противовес Sekiro, сражения в Kingdom Hearts 3 оказались, по мнению игроков, слишком лёгкими. И Square Enix тоже решила переработать некоторые элементы игрового процесса, состряпав тем самым новый уровень сложности — Critical Mod. По словам разработчиков, они реально вносят ряд значительных изменений, а не просто выкручивают в потолок наносимый противниками урон и прочие характеристики. Патч, поставляющий в игру Critical Mod, должен выйти уже сегодня. В честь годовщины лучшей игры 2018-го по версии много кого — God of War, Sony Santa Monica не только выпустила ряд благодарственных и праздничных роликов, но и анонсировала полноценную документалочку о создании игры. Но её ещё нужно дождаться. Так что для тех, кто ждать не хочет, у меня есть то, что все вы так любите. Ссылочка в описании инфакта. Там видосик, в котором Кори Барлак, руководитель Бога Войны, в деталях рассказывает о создании ключевой сцены всей игры. Со спойлерами, имейте в виду. Ну а для самых преданных ценителей ссылок в описании, я ещё добавлю туда новый выпуск рефанда и пару рецензий на God's Trigger и на Katana Zero. Всем привет, это путеводитель по ссылкам в описании на StopGamer. До свидания. Со Lindsey красив8健 애�